Чтобы сделать Арктику чище, нужно начать с себя. Например, выйти на субботник, как это сделали сотрудники торгового порта и одного из министерств регионального правительства. Как прошла акция по уборке территории рядом с Кольским мостом, расскажет Кристина Харатова. Эко-субботники акции «Чистая Арктика» давно стали частью нашей жизни. Люди не просто по собственной инициативе собираются на уборки, но и проводят такие события компаниями. Наша команда на протяжении августа производила уборку береговой полосы Кольского залива. Мы собрали несколько грузовиков различного мусора. Считаем этот проект полезным, будем продолжать эту активность и призываем на самом деле широкую общественность, во-первых, не оставлять за собой мусора, во-вторых, по возможности все-таки проявлять активную позицию и участвовать в подобных акциях. В этот раз сотрудники порта убирали площадку под Кольским мостом. Несмотря на непогоду, ветер и дождь, все участники большой уборки были в хорошем настроении. И еще бы, дело предстояло действительно важное. Дело это правда хорошее, потому что мы живем в городе Мурманске, и этот город точно должен быть чистым. И мы прилагаем к этому усилия и показываем собственным примером, что необходимо город убирать, чтобы он был чистым. У нас уже сложилась добрая традиция. Мы сажаем сирене, делаем дворы в Мурманске чище, занимаемся благоустройством. Ну и убираем бесхозные территории. Стараемся сделать наш город лучше. Сегодня сколько уже мусора успели убрать? Что успели сделать? Моя служба уже четыре мешка набрала. В субботнике приняли участие и сотрудники Министерства природных ресурсов. Специалисты отмечают, важно не просто убрать территорию, а сформировать правильное отношение к северной природе. Мероприятие большое, много волонтеров из числа сотрудников ведомства наших областных, общественных организаций. Огромный вклад в мероприятие внес Мурманский морской торговый порт. Постоянно участвует, это очень отрадно. Каждое предприятие должно следовать их примеру. Вот в этом году у нас три территории убирали волонтеры и персонал группы СУЭК. Это здорово. Это больше ста человек принимали участие в этих субботниках. И, кстати говоря, на своей территории они также навели порядок. Но у нас очень много ребят в рамках акции единого волонтерского центра занимаются уборкой, опять же, прибрежной территории города-героев. И мы таким образом отвоевываем территорию для отдыха мурманчан. Отметим, что события в рамках акции «Чисто Арктика» будут организованы по всей области. Уже 3 сентября субботники состоятся сразу в двух точках – Териберке и Мурманске.